Продолжаем. Мы говорим о правилах чтения гласных букв. Оно довольно запутанное, и мы уже отследили первую цифру. И мы говорим, как читается гласное в открытом и в условно-открытом слоге. Сказали, как называется в алфавите, как в закрытом слоге сказали. Краткий звук, который близок к тому, как нам буквы эти знакомы из латинского языка. И мы дошли до третьей позиции. И вот третья позиция будет рассматривать, как будет считаться гласная буква, когда она за ней идет буква R. Эту букву вообще называют А, но правильный R, потому что все-таки звук Р. Мы рассматриваем третий вариант. А именно, когда после гласной идет согласная буква R. И вот в предлагаемой нашей таблице мы уже сказали, она очень удобно расположена тем, что чтение вот этих двух букв всегда одинаково. Применительно к нашему случаю, стоит тоже выделить вот эти две буквы. Буква A и буквы O. Они будут считаться по-особому. И, странное дело, все остальные четыре буквы, а именно И, А, Ю, У, ВАЙ, в этом сочетании будут произноситься одним одинаковым способом. Будут давать звук R. Это большой недостаток английского языка, потому что произносится неодинаковым, но надо помнить, какую букву именно писать. Перейдем к рассмотрению конкретных, конкретной таблицы, буква за буквой. Значит, сразу хочу сказать, после этой буквы R можете согласны или может вообще ничего не идти, слово может оборваться. Переходим к рассмотрению всех шести властных букв по порядку. Первая буква A. И вот первая ситуация, открытый слог и условно открытый слог, она читается как A. Вторая ситуация, закрытый слог, она дает вот этот странный звук лягушка, вот это вот слово can't, can. И мы переходим к третьему варианту, и о чудо, первый раз, к слову сказать, и последний. Из всех вариантов. Это будет считаться таким знакомым для нас звуком A. А долгий. Вот. И вот мы рассматриваем первое слово car. Car – это автомобиль. Если я припишу букву T, будет считаться cart. При этом слово car – это автомобиль, а cart – это телега. Далее, star – на конце, слово заканчивается буквой R, а в слове park мы еще добавляем букву K, но все равно чтение одинаково. И, наконец, последнее слово farm. Если отбросим букву F, есть слово arm. Слово farm – это ферма, а слово arm – это рука. Чтение буквы не меняется. Есть согласные за ней или нет. И вот отметим сразу вот этот звук, который в транскрипции, в британской транскрипции записывается как одолгое. В подавляющем большинстве диалектов мира, начиная с американского, ну, наиболее сильно это проявляется в диалектах Центральной Азии, Индии, Египет, Эмираты, Индия, все эти слова произносят R, R. То есть, это буква написанная, она, собственно, прочитывается. То есть, одолгое, по сути дела, это R. То же самое будет с буквой O. О пишется, О – долгое, но в подавляющем большинстве произношений это будет звук ОР. С буквы О наблюдается такая же история. Когда после идет буква Р, это написанная буква Р читается, хотя в транскрипции просто стоит О – долгое. И вот я говорю, например, слово port – это порт, спорт – это спорт, и слово fork – это вилка. И тогда мы уж никогда не спутаем слово fox. Лиса. Слово forks – вилки. И таким образом нам легко отличить, А – это долгое или короткое. О – это долгое или О – короткое. Разобрались с первой буквой. Далее скажем. Буква И, I, U и Y читается одинаково. Дают странный, вот этот необычный звук Р. Звук довольно для нас непривычный. Вот если мы скажем слово земля по-английски, это будет Earth. Два совершенно незнакомых для нас звука. Звук Р. И вот я начинаю. Слово her. Это второй падеж от слова она. Она, и мы говорим вот ее, ей будет her. Person. Person – это персона. Perfect. Есть такая группа времен в английском языке. Perfect. Perfect continuous. Perfect. И, наконец, я взял слово, где этот слог уже не первый ударный, а второй. И вот слово prefer – глагол предпочитать. С буквы I читается то же самое. В открытом слоге I, в закрытом – короткое I, а вот здесь звук R. И вот я читаю fur. Это будет ель. А если я добавлю буквы M, будет читаться fur. Ну, и мы сразу узнаем по написанию слова фирма, но читаются совсем не фирма, а читаются таким странным произношением. Firm. Слово bird – это птица. Слово girl – это девочка. Таких слов можно продолжать и продолжать. Их очень много. Следующую букву. Берем букву O и скажем второй раз. Это дает свой самобытный звук. О, долгое, которое, в принципе, надо понимать. Что в подавлечащем большинстве диалектов читается как OR. А когда я спрашиваю, то как же нам читать? О или OR? Ну, мой совет – читайте OR. Во-первых, так проще. Эта буква написана, она и читается. А когда мы так произносим, у нас уже нет сомнений, когда мы берем в руки перо и начинаем писать, мы просто записываем ту самую букву R, которую мы произносим. И вот предлог FOR. Очень распространенный английский предлог, что означает для. Добавляя букву T, читается FORT. Это понятно, FORT. Русское слово FORT. Слово HORSE – это лошадь. И слово SHORT – это короткий. Обратите внимание, в русском мы тоже говорим SHORT, и мы это R четко-четко произносим. В английском это SHORT – короткий. Следующий буква U. И как мы сказали, опять тот же загадочный звук R. И получается, вот так я напишу будет FORT – ель. И вот так я запишу FORT. Но это уже означает мех. По написанию отличаются, по произношению – нет. НОС – знаменитое слово нянечка, медсестра. TURN – глагол вращать. Если я добавлю и R на конце, TURNER – это будет токарь, тот, кто обрабатывает вращающие детали. И, наконец, MURDER и MÖDERER – это убийство, убивать и MÖDERER – это убийца. Следующая буква – буква Y. Эта буква в данном сочетании используется крайне редко. В словаре можно отыскать диковинные слова. Вот есть такое слово – MYRTLE. Это ботанический термин – MYRT. Таких слов мало. В сумме и тоже все эти слова произносятся как долгие гласные. Гласная А – она же – R. Гласная ОР – она же – ОР. И, наконец, все вот эти оставшиеся буквы – это звук – R. И мы в школе читаем HÖ. А вообще правильно читать HÖR – PERSON – EARTH. Вот такое забавное сочетание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА